Пример. Смотрите, приехал туда этот Томаев и припарковался, не просто припарковался в неположенном месте, а он припарковал свою машину таким образом, что заблокировал выезд одной или двух машин. Очень важный момент. Кого ты сравниваешь с горцами, Тумсо? Шведов? Они ведь реально помешаны на качестве, а горцы, приора, на максималках и на остальное плевать. Вот это вот тоже неправильный подход. Тумсо специально не читает про Томаева, говорит. Да нет, я, честно говоря, не видел, что вы писали, но это тема, которую я тоже хочу озвучить. Вчера в Махачкале известный блогер, чеченец Асхаб Томаев, значит, с ним там произошел инцидент, когда его ударили и в трех местах сломали ему скулу. И, разумеется, ну, такие вещи, конечно же, приводят к огромной фитне. И человек, у которого, по-моему, миллионов пять подписчиков в Инстаграме, почти три миллиона в Ютубе, разумеется, когда что-то такое случается с ним, то это, конечно же, огромный хайп, это для него это полезно, он получает дополнительный приток аудитории. Но для двух народов это очень вредная тема, потому что начинается поливание грязью. И вот это вот то, что происходит сейчас в комментариях, в различных группах, под его публикациями, это типичный пример Асабии. И вот той самой Асабии, которая приходит в хадисе посланника Аллаха, где, когда произошел конфликт между мухаджирами и ансарами, и они начали призывать друг друга о мухаджиры, кричали мухаджиры, призывая своих против ансары. Ансары говорили о ансары. И когда пророк, мир ему и голоса, не Аллаха услышал это, он сказал, что воистину это призыв Джахилии. Это вот та самая классический пример этой Асабии, когда одни призывают, говорят о чеченце, а другие говорят о дагестанце. Они говорят, да, там, мол, поступил неправильно, но это вот, он же наш, и мы должны, значит, теперь там что-то сделать. А вторые говорят, ну, да, вот поступил у нас там, он неправильно, но он же наш земляк, и мы не позволим теперь с ним что-то вам делать. Вот такие вот разговоры, это типичная зловония, от которого нужны люди здравомыслящие, то есть братья, я сейчас перейду немножко на такую религиозную тему, братья из числа дагестанцев, чеченцев должны понимать, что это не наш уровень таких разговоров. Мы должны быть где-то над этим. Большинство людей, к сожалению, невежественны, и они, конечно же, переходят на такие эмоции, но братья должны сохранять вот это вот трезвое мышление и быть над этим. Никаких разговоров двух, в контексте двух народов быть здесь не может быть. Здесь есть конкретный инцидент конкретных лиц, и вот даже если какие-то разборки, сленгов, скажем, происходят, то они происходят в рамках вот этих вот лиц. То есть здесь неуместно переводить это на какие-то народы. Теперь немножко нужно коснуться того, что там произошло. И мы не будем сейчас вдаваться именно в эту тему. Я хочу из этого перейти на другую, более важную тему, которая имеет прямое отношение к тому, что произошло. Это очень хороший пример. Например, смотрите, приехал, значит, туда этот Томаев и припарковался, не просто припарковался в неположенном месте, а он припарковал свою машину таким образом, что заблокировал выезд там одной или двух машин. Очень важный момент. Это не просто ты припарковался там, где запрещено. Это проявление неуважения к людям. Когда ты блокируешь выезд, тебе плевать, что... А может быть, там очень срочно, вот именно в этот момент, когда ты ее припарковал, и пошел, как объясняет сам Томаев, ему там нужно было что-то очень быстро купить. Он думал, что зайдет в торговый центр, купит там что-то себе из одежды. Но это не тот даже, понимаете, не та ситуация, когда ты останавливаешься перед магазином, чтобы забежать, взять булку хлеба и сразу вот обратно сесть, когда ты видишь свою машину, и в случае чего там, если кто-то должен выехать, ты можешь сразу выйти. Это не та ситуация. Торговый центр куда-то там на третий этаж уже успел даже подняться. То есть, это ты по-любому блокируешь выезд на длительный период. И вот в это самое время, возможно, этому человеку нужно будет очень срочно куда-то поехать, и ты ему перекрыл выход. Поэтому, конечно, то, что он сделал, изначально очень неправильно. Но это, конечно же, не оправдывает того, что его там ударили. Как бы там ни было, человек вообще был один, и лучшее, что нужно было, можно было с ним сделать, это в поучительной форме. Это все можно было бы, конечно, не доводить до этого, Но, смотрите, теперь переходим к главной теме, о чем я хочу поговорить. Почему подобное не произошло бы и не произойдет в Швеции, в Норвегии, в Финляндии, Дании, Германии, Бельгии? Почему? Здесь мало торговых центров, или здесь мало машин? Или что помешает Шведу или мне, допустим, вот так вот поставить машину и зайти в торговый центр? Что меня придержит от такого поступка? Вот здесь, вот этот самый важный момент, вы сейчас, многие из вас могут подумать, что это не столь важно. Но вина, в первую очередь, лежит на государстве. Здесь так не поступлю ни я, ни кто из проживающих в Швеции, потому что государство подошло к этому вопросу так, что оно сделало вот этот вот сам поступок для меня неудобным. Смотрите, я, если таким образом, вот смотрите, что двигало, что двигало Томаевым, им двигала спешка. То есть, он руководствовался вот так приблизительно, он думал, так, мне нужно очень быстро забежать, купить там что-то. А если я сейчас буду искать место, где припарковаться, то на это я потрачу время. Плюс, если оно будет где-то далеко от торгового центра, я, значит, мне придется оттуда идти пешком, я опять потеряю время. То есть, он руководствовался отсутствием у него времени с пешкой. Смотрите, что сделали, допустим, Швеции, как этому подошло государство. Государство сделало для меня вот этот вопрос с пешкой, когда у меня стоит такой выбор, так, я спешу. Давай-ка я лучше вот сейчас брошу здесь автомобиль, заблокирую выезд двум каким-нибудь, или одному там автомобилю. Зайду, быстро куплю, но это я потрачу там 15 минут и полчаса, выйду и уеду. Вот смотрите, что произойдет, если я так поступлю? Произойдет то, что человек, который должен был выехать, или даже любой другой, или там специальная служба, которая проверяет, оплачена ли парковка, правильно ли парковка. В общем, любой человек, он увидев вот такую вот наглость, такое нарушение, он просто позвонит в полицию. Может быть, нам сфотографируют, да, для отчета. То есть, он позвонит в полицию, и никаких вот этих разборок у меня там не будет. Он позвонит в полицию, допустим, что полиция не приедет туда, не успеет, может быть, раньше оттуда, сквозану, да. Если успеет, то они приедут и эвакуируют автомобиль. Но если даже они не успеют, я приеду обратно, сяду и уеду, меня первый же патруль остановит. И что произойдет дальше? Дальше меня заберут в отдел, либо, может быть, там же на месте. Очень долго будет происходить весь этот процесс. Я потеряю гораздо больше времени, которое я хотел вон там выиграть, забежав в этот торговый центр. Я хотел выиграть там 15 минут, в итоге я потеряю очень много времени и еще получу штраф. Почему это не ограничится штрафом? Почему я не акцентирую внимание на штрафе? Почему я не говорю, что штраф меня удержит от того, чтобы припарковаться? Потому что люди, есть богатые люди, тем более такой, как Томаев, он как бы человек небедный. И многих штраф бы не удержал. Он бы подумал, да, ничего страшного, заплачу там 100 евро, 150 евро, 200 евро, не проблема. Но потерянное время его удержит. Здесь все не ограничится, просто выплата и штраф. Теперь, что произойдет дальше, если он будет систематически так себя вести? Если он возьмет себе за обычай вот так оставлять машину? Второй раз он такое сделает, ему за рецидив, может быть, больше штрафа выпишут, а может быть, уже на второй раз у него изымут права и скажут, чувак, ты не усвоил правила дорожного движения, тебе нужно снова сдавать на права. Когда это произойдет? На второй раз или на третий, я не знаю. Но если полиция поймет, что он одно и то же нарушение специально делает, то есть его не удерживают те меры, которые против него предпринимаются, его отправят на пересдачу. И тут не важно, богатый ты, дружишь ты с принцем, сыном короля, или являешься родственником принцессы, у тебя есть какие-то семейные отношения с премьер-министром, да плевать, вообще никого это не волнует. Ты пойдешь и как обычный человек будешь пересдавать, снова будешь проходить теорию, снова будешь проходить практический экзамен. Понимаете, вот что произойдет. Что это такое? Почему я на это акцентирую наше внимание? Смотрите, вот эта вот причина вообще в том, что аят Урана, воистину все сыны Адама ошибаются. Это, я сейчас, может быть, это не аят, может быть, это хадис, я точно сейчас не помню, но это достоверно. Каждый сын Адама, то есть каждый человек ошибается. Причина в том, что мы, мусульманские страны, мусульманские народы там, где мы проживаем, мы этот аят или этот текст священный, мы его знаем, мы в него верим, но мы его применение, как правильно пользоваться, ну или не знаем, или не делаем этого, зная. А вот шведы, они не верят в этот священный текст, они его не принимают, но они руководствуются им. Парадокс, да? Почему они так делают? Потому что шведы, когда они закладывают проект дороги, правила дорожного движения, что бы это ни было, они закладывают туда ошибку водителя, ошибку человека. Есть здесь специальная такая концепция, она называется нулевая концепция, можете об этом почитать. Это такая шведская, вообще разработанная в Швеции. Так, на всякий случай, для справки, Швеция является лидером, мировым лидером по безопасности дорожного движения, благодаря вот этой концепции. Это, если сказать простым языком, это нулевая терпимость к смертности. То есть в Швеции подход такой. Люди не должны умирать в результате происшествий, то есть дорожно-транспортных происшествий. Правила дорожного движения, точнее вообще все дорожно-транспортное движение должно быть безопасным. Вот такой подход. И у них нет, у них если человек умер, у них нет такого типа, ну нужно допускать, типа что это вот некие издержки. Нет, у них подход, что этого быть не должно. И поэтому, когда закладывается проект дороги, автобана любой дороги, шведы, власть Швеции, возлагает на проектировщиков ответственность за то, чтобы они предусматривали ошибки людей. Люди будут ошибаться, говорят им власти. Людей невозможно заставить не ошибаться. Они будут нарушать правила дорожного движения, либо они будут делать это специально, либо они будут это делать случайно, либо это будет просто какая-то оплошность машинальная. Но она будет. И поэтому вы, они говорят, должны предусмотреть эти ошибки и сделать так, чтобы даже совершив эту ошибку, это не привело дорожно-транспортному происшествию. А если это приведет, то не должно, это ДТП не должно повлечь жертв или серьезных каких-то травм людей. Понимаете? Это типично исламский подход. Нам говорит Аллах, что каждый сын Адама ошибается. И мы не должны. Ну, это же он ошибся. Если он ошибся, то все, мы к этому не имеем никакого отношения. Мы должны с вами, мы, я имею в виду, я говорю об этом, нам с вами жить дальше, нам с вами строить государство, хотят это наши враги или не хотят, все равно мы к этому придем, иншаллах, с помощью Аллаха мы добьемся и своей независимости, и своей государственности. И нам с вами нужно строить свое государство, и в том числе так, чтобы оно было безопасным. И вот, чтобы у нас не происходили инциденты подобные тому, что произошли, причиной, основной причиной, будет как раз вот этот подход, что мы, наша власть, должна предусматривать, что каждый человек ошибается. Наша власть должна знать, что вот такой, как Томаев, захочет оставить машину. Вот таким образом. И мы должны сделать ему, для него должны сделать это невыгодным, чтобы он, когда у него выбор станет, так оставить, вот здесь машину перекрыть, выезд двум автомобилям. Если я это сейчас делаю, то мне нет, ни скулу сломают, понимаете, потому что это уже, это вред, это зульм, который произошел, который в дальнейшем может аукнуться очень нехорошо. Вот сейчас вот эти страсти, джаилийские, они могут привести вообще к ненужным последствиям. Чтобы этого не было, у него должен быть выбор. Я сейчас вот это сделаю, а потом потеряю еще больше времени. полиция, эти штрафы, пока они там все оформят, а потом, не дай бог, еще отправят на пересдачу. У него вот такая вот должна быть альтернатива этим действиям. Поэтому он, он должен выбрать, не, чем я сейчас выиграю эти 15 минут, я лучше сейчас найду себе парковку, припаркуюсь, лучше я опоздаю на 15 минут, чем я потеряю весь день. И когда будут строиться дороги, строятся парковки, что бы это ни было, это должно делаться изначально вот с этим вот принципом, учитывая того, что люди ошибаются. И мы не можем заставить людей не ошибаться, но мы можем сделать так, чтобы их ошибки не приводили к фатальным последствиям, к смертям людей, к серьезным травмам этих людей или вот к подобным последствиям, когда невежественные люди в народах начинают у друга поливать грязью. Понимаете? В целом, концепция. Так, для справки я вам скажу. Вообще, это так совпало. Я совсем недавно сдавал на шведские права, поэтому я познакомился со всей этой темой, с этой нулевой концепцией и со статистикой. Когда ты сдаешь в Швеции на права, ты очень много во время изучения теории ты изучаешь очень много статистических данных. И вот на первый взгляд кажется, зачем они мне, зачем они должны, я просто хочу водить машину. Но эти знания дают тебе, это изучение дают тебе знания о том, к чему приводят те или иные действия, как благоприятно или наоборот влияют те или иные действия твои, или наоборот бездействия властей и так далее. И вот по статистике Швеция является лидером по безопасности дорожного движения и добилась этого Швеция благодаря вот этому подходу. И это факт. Это не тот вопрос, которым вы можете сказать, можете поспорить об этом. Вы не можете, потому что это факт. Как только Швеция внедрила вот эту вот нулевую концепцию, как только они стали проектировать дороги и вообще все развязки, все-все-все, закладывая туда ошибку людей, предусматривая ее, делая так, чтобы эта ошибка не привела к серьезным последствиям, в Швеции в год меньше всего в мире. Представьте себе, в мире меньше всего здесь погибает людей в ДТП, травмируются людей в ДТП. Поэтому это один, да, один такой сегмент применения вот этого правила, когда исламского, правила, что каждый сын Адама ошибается. Это парадокс, что мусульмане, верующие в этот текст не применяют его, а шведы, не верующие в этот текст, не верующие в то, что это священный текст, что это Аллах, но они руководствуются этим, применяют, не трябят, и это дает результат. Вот мы должны то же самое делать. Мы должны любую ситуацию, которая может возникнуть в результате ошибки человека, мы должны ее предусмотреть, возложить ответственность на себя как на власть и сделать так, эта ошибка, когда он ее совершит, она не привела к вот таким вот плачевным последствиям. Надеюсь, мне удалось донести до вас свою мысль, я очень долго об этом говорил. Смотрите, вот просто всем нужно соблюдать уважение друг к другу и не стоит закрывать дорогу другим, ставя себя выше других, хоть ты блогер или дворник, ты абсолютно прав. в основе всего, в основе гармонии, так скажем, лежит уважение друг к другу. Но есть специальная каста такая, она называется власть, она должна предусматривать, что не будут все уважать друг друга, невозможно, будут те, которые не будут уважать, и они должны сделать так, чтобы даже их неуважение в итоге не приводило к каким-то серьезным последствиям. Понимаете? Кто-то должен брать на себя вот эту ответственность, он должен быть над всем этим, он должен заниматься обеспечением безопасности, комфортной жизни для людей, которые находятся под его властью. И поэтому основная ответственность за то, что у нас, ну, это же не, это мы просто взяли пример, да, инцидент произошедший, а вы знаете, сколько людей в год погибает в дорожно-кранспортных происшествиях в России. Россия одна из лидеров, если Швеция лидер по безопасности, то Россия одна из лидеров в отсутствии этой безопасности. Потому что нет, не закладывается абсолютно, никакой нет нулевой концепции, ничего нет, дороги не строятся, да, сейчас новые автобаны, разделения и так далее, но посмотрите, как устроено большинство дорог в России, посмотрите, как устроена система предупреждения нарушений, если здесь, допустим, ставят, специально ставят камеры и радары на таких участках дороги, где происходит часто ДТП, допустим, происходили, точнее, они видят, что этот участок, например, он опасен, и что здесь важно соблюдение скоростного режима, они ставят туда камеру, ставят туда радар, не из-под тишка, а тебя знак предупреждает об этом, потому что цель это не поймать тебя за руку, как ты нарушил и выписать тебе штраф, а потом отдать этот отчет руководству и тебе скажут, о, молодец, ты сегодня выполнил, значит, план, это, ну, это тупо, цель это предотвратить, предупредить вот это вот, возможно, ДТП, понимаете, и поэтому здесь, когда там поставят на этом участке эту камеру и радар, все, люди здесь будут сбавлять скорость, они не будут тут выезжать навстречную, и ДТП происходить не будет, они видят какая-то дорога, допустим, скоростная, есть риск того, что водители будут нарушать, выезжать навстречу, и это самым опасным столкновением является столкновение с встречным автомобилем, что они делают, они просто жестко разделяют эти две полосы, создавят такой специальный трос, как отбойник, ты даже по желанию не можешь его пересечь, и тем самым достигается безопасность этих дорог, вот такой вот подход должен быть и у нас, мы, все то полезное, что мы можем импортировать из других стран, мы должны это делать, и вот это вот одна из, не только в дорожном движении, подчеркиваю, а вообще сам принцип, это очень важный принцип, который нужно применять, не только для того, чтобы обезопасить дорожное движение, для всего, вот смотрите, почему, допустим, при строительстве торгового центра не ограничиваются одним входом и выходом, почему нужно обязательно заложить эвакуационные выходы, много выходов, чтобы в случае пожара или там еще чего-то, затыбления, люди могли быстро покинуть, почему, если бы подход был такой, что, если все все будут соблюдать, то пожара не произойдет, это же правильный подход, то есть, утверждение же правильное, если электрики правильно сделают свою работу, противопожарники правильно установят противопожарную систему, сигнализацию, тушение пожара и так далее, то есть, если все все сделают правильно, а люди будут соблюдать меры безопасности, то пожара быть не может, он сам по себе не может произойти, где-то должна произойти ошибка, чтобы пожар произошел, и вот, когда проектировщик проектирует торговый центр, он обязательно закладывает эти все выходы, эвакуации и так далее, потому что он знает, что ошибка будет, либо электрики совершат ошибку, в результате чего произойдет короткое замыкание, воспламенение, либо противопожарная система будет установлена неправильно, не сработает в нужный момент, не потушит очаг возгорания и так далее, то есть, это все закладывается, вот это вот, этот принцип, он должен работать везде, во всем, да, люди должны уважать друг друга, это нужно проповедовать, пропагандировать, но самым важным фактором сохранения гармонии среди людей, сохранения безопасности, это предотвращение этого всего на корню, делать это все невозможным, невыгодным, а даже если это произойдет, чтобы это не повлекло за собой серьезные последствия, вот смотрите, еще частая, кстати, тема, когда речь заходит о сравнении, о примере, вот часто говорят подобное, кого ты сравниваешь с горцами, том что шведов, они ведь реально помешаны на качестве, а горцы, приора, на максималках и на остальное плевать, вот это вот тоже неправильный подход, люди, они в своей основе все одинаковые, я имею ввиду, кто-то умнее, кто-то глупее, но это не, это не связано с твоим происхождением и так далее, да, все, конечно, это связано с тем, где ты живешь, в каком ты обществе, то есть, скажем, африканец, нигериец, к примеру, который родился или там в молодом возрасте был перевезен в Соединенные Штаты сюда, в Скандинавию, и его же ровесник, который жил в Нигерии, они будут иметь разный уровень образования, как правило, если, за исключением каких-то вундеркиндов, то есть, в большинстве своем эта молодежь будет более образованной, нежели та, почему? Не потому, что у него способности хуже, а потому, что там, в его стране, нему не дают возможности получить это образование, вот вся разница, и этот же ребенок, перевези его сюда, он будет также иметь такой же уровень образования, как и дети здесь, понимаете, разницу, поэтому, отчасти это правильно, но это не из-за того, что там люди глупее, тупее, неспособнее, а от того, что система так устроена, понимаете, вот я поэтому говорю, не люди, не снизу вверх это будет меняться, это система, которую нужно поставить правильно, и вот эта система, она уже будет воспитывать этих людей, но вы можете, конечно, справедливо заметить, а как может отсюда система, которая здесь воспитана, как она может быть другой, вот для этого и существуют люди, которые сегодня живут здесь, в других странах, имеют возможность к тому, чтобы получать эти знания, я сейчас говорю не именно там в каком-то университетском образовании, сегодня век вообще других технологий, нужно из всего, что мы с вами здесь видим, получать пользу, вот видите, вроде бы ПДД, правила дорожного движения, а сколько в них пользы, сколько в ней пользы, если ты смотришь туда, концепцию заходишь, ты понимаешь, что люди к этому шли десятилетиями, и не от того, что они глупы, и ты видишь, что это дает колоссальный результат, вот возьми эту концепцию, пойми ее, саджи, 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 Продолжение следует...